Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша играет и продолжаете смотреть ФФА-сериал в Сидмерс Цивилизейшн 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. А, стоп. А у него тут нету почему-то. То есть он еще тут не появился. Ну давайте, когда найти источники, сделаем. Прикольно. Меня часто про прошлые игры спрашивают, почему я не строю лаборатории. Вот эти. Потому что они, по сравнению с тем, сколько их строят, они не так много дают науке. То есть плюс 5 науки всего, и на них не действуют бонусы от городов-государств. То есть проще получить науку, если вам не хватает науки, то проще ее получить из исследовательских грантов. Но мне, сейчас, на данный момент, я открою все, что надо, намного быстрее, чем мне это требуется на самом деле. Так, сейчас все караваны будем перебрасывать в те города, которые строят части космических кораблей. Так, пока ждем. Ну то есть, ждем открытия. Продолжение следует... Ну вот, реально появилось и жилье, и счастье. Откуда-то... Ну, смотрю, у американца буберы посъезжали. Да, уже второго покунули. Измолвите мура, че твоя криптография не густо работает. Ну, эти цивики, да, они... Если шпион прокаченный, они вообще никак не влияют. Там шанс 90%. Ставь, не ставь, сажай своего, не сажай. Противодействовать из-за мощности тяжелого. Мне, наверное, будет интересно в конце игры, кого какая история этих заданий. Заданий. Вообще, знаете, я прям... Погубался у всех шпионов с Астралийской Америки. Ну, кроме русских, почему-то. И теперь мы, это русские... Так, инженеры, видимо... У меня там-то чемпиона. Ну, вряд ли, первый взмёт этого. У меня полы ГРА, это долбаный антиохи. Ховина. У муки, за ней шинки, гитары живы. Чего только не вижу. Это шахт у Перса и Бразильца. Бразилец, наверное, субмарин будет доставлять. Перс, значит, тоже. Конечно, субмарин. Я тебе больше скажу, и я буду субмарин тебе доставлять. Чтоб ты не думал. Не расслаблялся. Ну, в Америке лунная экспедиция готова. Ну, я жду. Кидайте. Мне ещё доплыть надо. Я так полагаю, что никакие действия не защитят меня от гостей. Множественные всадники. Ну, всадники... Апгреймцы предстоит. Чуть попозже. Нельзя ему, пожалуй. Ну, у меня уже в Куритибе коллекция адмиралов. Так, может, ты их используешь, что-то сделаешь, что-чем ты их хранишь? Да вот именно. Там и самые юзадис остались. Плюс четыре лояльности за ход. Плюс шесть лояльности за ход. Ну, как юзадис? Ты можешь их использовать в городах рядом с американцем, например. И будешь на него влиять. Ну, то есть, это лояльность не только на этот город. Ты хочешь сказать, на окружающие тоже действует? Нету такого. Город сам на себя не действует вообще. Понимаешь? На города действуют соседние города. А он сам на себя никак не действует. Ну, я имею в виду вот эта лояльность. От этого. От адмирала. Ну, не знаю. Используй и посмотри. Это все равно лучше, чем просто их держать. Да-да, города сами на себя не действуют. Да, курдизас такой четкий. Бразил, я с тобой в мире. Не агресс на меня. И такой, через пять ходов нападает, даже меньше. А у вас, ну, разве союза не было? Че это у него? Перс напал на бразильца? Ну, он, видимо, пройти никак не может к американцу. Да не, у Перса прямой доступ ко мне. Ну, он через море, короче, по ходу мне вечеринка. Как, у него, у него флот вот в этом внутреннем море, из которого ему выплат через Куритибу надо. Ну, а что он в флотом-то делал? А в тех? Ну, вот там вот в районе подводных лодок. Не помнишь, мы разговаривали? Нет, не запомнил. У него есть два города, и... Ну, подводные лодки я у него не вижу, я вижу авианосец и ракетный крейсер. Подводные лодки и не увидишь, они не видны. Так вот, я поэтому предполагаю, что они у него все-таки уже есть тут рядом, наготове. А я предполагаю, что у него рядом с тобой старые фиговые города... Ну, не фиговые, а маленько развитые, и он там не мог строить подводные лодки. Я вижу, что у него Пасаргады, Сузы, Галикарнасовы, Халкидики, вот все такие мощные города. Не может быть подводные лодки. Они размещены вот в это внутреннее море. Поэтому у него флот здесь находился, ну, тем более он на меня нападал отсюда. И он поведет флот через Куритибу на тебя, вот и все. У него все время... Смотри, как минимум у него здесь на вот этом побережье ко мне есть Хагматана, да? Весьма неплохой город, 19 жителей, я думаю, этого более чем достаточно. И одну-две-то лодочки он там мог заименить. Ну и авианосец, и ракетный крейсер, они тоже говорят о том, что, ну, вполне способны эти города производить. Еще есть Сиан, Сиан, он сын, но, ну, там спокойно можно ко мне во льдах полярных загориться и подождать. Мне вот интересно, вот... Куркзас пишет, что я в научку тоже, а как мне еще выиграть? Так, ну что, не догнал еще по торговцам? Я думаю, что Куркзас этого инженера пропадет, но надо в следующем ходу смотреть, конечно. Интересно, а... А что, бомберы так легко бомбардировкой убиваются? Ну, у дубай линков, значит. Ну, вот тут еще можно сделать. Давайте я куплю рабочего. Тут расчистить и поставить шахту. Самое время для таракотовой армии. Ну, а что? Много войск, хороших войск. Все получили по промоушену. Прекрасно. Да, я, кстати, знаете, предлагаю подумать. Главное, выносит меня, а Америка уже второй этап закончила, а я еще только первый еле заканчиваю. На тебя перст напал? Он меня уже бомбил по полу. Там воюет по... Я думаю, это... Не, ну, может он надеется шлепнуть на тебя ядерку? Я не отрицаю. Ну, мне даже знаешь, как кажется, он надеется, что ядерки на меня шлепнет Леша, а он нейтрализует тебя, и потом они с Лешей будут делить победу. Я на тебя шлепну ядерки. Я на тебя шлепну ядерки, но мне далеко плыть, просто имею ввиду Курдизас. Ну, рано или поздно ты доплыешь. Сколько? Пять, шесть ходу. Логично. Там как бы не сказать, что до конца игры вопрос времени успеешь или нет. Ну, как бы тут Курдиза ловить в любом случае нечего. Без своих космопортов. Как бы у Леши там тонна промки. Он ща в космопорт три штуки ставит, даже больше, и... Чего он там с ядерками будет ловить? Кстати, да, что-то я тоже не вижу у Перса костюм портов. Неужели хочется завалить ядерками из столицы поотбирать? Ну, не знаю насчет Вашингтона, но моё он может поддерживать. Не, а что Вашингтон? Вашингтон не так далеко находится от берега. Пять клеток. Это просто ядерка и десант этих... Ну, и вертолётов. А спецназ, он уже не захватывает города, да? Он только... Не бой. Он дальний бой. Со спецназом они, конечно, интересно пойдут. А что, бразилиц с американцем в союзе? И Вы, типа, просто кто быстрее улетит из Вас будете? Ну, у нас кончится сейчас. Фишка в том, что у меня нету алюминия и урана. Вообще. А у американца есть. Ну, да. Я американец поделился с бразильцем. Ну, вот тебе, бразилец... Вот тебе нужен был Окленд, понимаешь? Я не знаю, зачем ты отдавал его персу. Вот если бы у тебя был Окленд, у тебя бы города чем-то менее тогда были. Так они у тебя вот на таком... Знаете, какой-то такой аналог Италии. Как на карте... Ну, на реальной карте Италии. Какой-то такой... Какой-то отросток Бразилии. Да, да. Какой-то отросток Бразилии. Лёш, это не промах, тоже строить. О, кто-то перекупил Окленд. Инвиктус. Ну, этот давно надо было сделать. Ну, это... Грузитусу теперь бесполезно, как бы. А вот... Для бразильцев это был бы классный город. При развитии, да. В свое время, когда Пьерс захватил Лиссабон, я планировал Окленд тоже захватить. Поставил гавань, начал строить фрегации. Ну, просто он меня ослабил. Я его тоже хотел ослабить. Он... Довольно угрожающе выглядел со своей кучей городов. Вот. Но... Как только я построил, там, 4-5 фрегатов и одну каравелку... Окленд проапгрейдил защиту с 50-ти до 80-ти. Я подумал, что нафиг оно мне надо. И Пьерс как раз ступил в войну с македонцев, с грузинами. Так, у меня тут стоит... Ну, здесь надо морские юниты построить в Багдаде. Не, давайте все-таки открою эти подводные ростки, и надо плыть реально к американцу и кидать. А потом уже... Как это все. Ну, что хочу сказать... У меня ядерок кидать немножко есть. Так что, случайно с стороны... В случае агрессии со стороны соседей... Я их применю. А вот что делать с Лешей, я не очень упоминаю. Кто ему что-нибудь против поставить? Могу попробовать Лешу. Я не далеко от него. Ну, ты же понимаешь, что сразу он у тебя прилетит? Ну, это в крайнем случае такое... Мера. Тебе прям даже на твою столицу прям сразу прилетит, я тебе больше скажу. У меня столица не главная. Ладно. А какой у тебя главный? Скажи. На нему прилетит. Ты же не даришь. Да бомбите же кого-нибудь, просто блин, ну. Я, кстати, курдезаса пытался бомбить ядерными ракетами, ну вот самыми первыми. Но его флот, который ко мне припыл, так вот они были перехвачены. Но, как перехвачены, они у меня никуда не делись, просто самолет получил урон, который их нес. так как он получил урон то было написано что невозможно сбросить с таким большим урон так ничего себе все-таки их можно перехватить их можно я уже говорил ваших можно перехватить только если они на самолете если их шахт пускают или с подводных лодок я ни разу не видел что перехватывали виктор отберг последний плюс 21 мощи юнитом по при обороне от самолетов и баллистических ракет да но не работает все равно от ракет никак ну может и баллистические ракеты имеют ввиду какие-то другие ракеты починили никто не проверял проверяли не это нифига не перехватывает все равно попробовать что дружбу я просто только что македонцу сказал что либо мы заключаем дружбу либо я следующим ходом на него нападают эти ракеты состоять эти города я сношу он согласился на дружбу поэтому продолжаем игру русский и македонец а что у вас по ядеркам у меня одна час я пока нет но не сейчас не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии console war точка ру игра в публичном бета-тесте но там уже куча всего интересного если заглянете и решите зарегистрироваться то не забудьте ввести словосочетание лёша рептилоид получите лично от меня приятные бонусы для старта console war точка ру я вообще не понимаю всего смысла этого мероприятия я думаю я на самом деле тут на раз соглашусь с курдезасом я думаю что бразилец больше шан ну может раньше улететь именно за этой своей плюс сто процентов строительству частей на это реально но очень быстро все строится и курдезас пытается видимо забрать именно те города где есть космопорта сама смешная у нас даже нет холдей ну как не дрогать вон сам паузе почему они не тратуют раздрыхать есть там город там непонятно даже кому принадлежит космопорт между бразилизе на воде что видно что период и жанейро принадлежит а вон да бразилия между бразилии антиохии и ресифа еще один строится космопорт я не вижу ну тут тебе уже надо американец что-то делать строится там у меня там программа достанется даже так и спутник так как международных забавно это чудо исследовательская станция 20 процентов науки в конце 5 ходов а тут сколько было бы 614 126 так военный инженер готов то в интернете смогу прокачать обвиняющий сидит не пошла чем сергей король водами сами поменять в карьер него отправить типа все отказались плюс одно удовольствие плюс два жилья зашибись в кейтус там он сейчас зайти во вкладку этих великих людей спасает и можешь великого инженера и здесь кнопка нанять ну ладно просто у меня тоже была эта кнопка это опять же проверка на то что мы реально можем все нанимать одному и того же человека кстати он тебе нужен как раз а где спасибо спасибо а напомним все это чудо логике которые строятся в этом станции категошки но не в тундре строится конкретно рядом с этим не разумеет но снегами где-то холодная холодная война реализовать губернатора так надо в бразильцу сажать почему я не могу не построить потому что я построил форталезу форталезу ну давайте форталезу там условия на самом деле довольно жесткие надо чтобы не было построено на снегу рядом с кампусом в котором есть лаборатория вроде так как правило у меня наушники струны м уже кто это построил хочу для меня америка как и в каком городе в нью-орлеане рядом с берегом да я вижу она там что-то очень неплохо даёт 20 процентов науки 10 процентов производства во всех городах жесть ну в позднем этапе знаете мертвому при парке там типа выходит плюс 50 науки по промке ну промка пищи не бывает не то чтобы это много существует понимаете город в котором можно построить такое чудо может быть неплохо развитие при этом вид снежные клетки это немножко противоречия меня не варианты далеко не сам так открыли подводные лужки во первых возьмем этого торговца в этом следующее интересно фигня и кому еще возьмем генерал 5 процентов к производству это здорово а и и и и и и и и Начало века, двадцатого только. Войнушку пополам. Ядерка не обменивается скоро. А, вы уже обменивались. Чего вскрымать? Хм, втовави повредил. Чем-чем-чем-богрузки тут. Да не то слово. Надо бы ходу в десять сделать этих. Хотя бы. Вы все равно дружбу заключаете между собой. Ну, его откровенно забирают. Не, ну он заберет коврит... 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 Я просто отракусь нормально, не буду взять самолетов. А я сейчас тока-тока и реактивные истребители открою. А у него уже целая пачка. У него вообще много всего хорошего. Продолжение следует... Вот мне кто-то космопорт еще разрушил. Так что не все такое значение. Ну, там два года ты ученишь, нет? А Дим, наверное, нечего? Да и... должно быть больше по идее. Хотя у него там кромпкие 150. Вполне вероятно, может быть и один. Не мая-то, блять. Политики не больше. Кстати, в городе, который космопорт строит, мне кажется, туда военного даже лучше садить с минусом к шпиону, чем ученого. Ну, на поздних этапах, да. Ну, его ж вышибить могут, это вообще не вопрос. У меня вот мои губернаторы до сих пор еще не очухались. Так, давайте наверно... Ну, военно-воевую еще и вышиб, правильнее всего, как раз из-за этого перка. На авианосце мощь самолетов меньше. Новые данные. Что-то мятлерки уже используют, да? Что-то еще доставить. Тут целый флот стоит, надо бы кинуть. У него больше. Ну, ну, уже там бомжатские ресифи. А Сан-Паулу возьмет? Внутрь. Я вообще думаю, что он не милит, он больше ничего не поймёт. Потому что не обязательно у него есть юнит, он может высадиться и Марс с этими наземными брать. Вот именно их ему надо высадить, ничего. Ааа, американец уже начал запуск гидропонного модуля, здорово. Да, да, бразильницы витает. Чё, Лёша не будет бомбить американца? Буду. Он сразу же приступит построить. Тоже достраивай. Ты уже давно построил и достраиваешь гидропонный. Я не достраиваю, я только начал. Это видно по полоске. А, ты достраиваешь лунную моду. Так, блин. Харрэ ждать. Не задалась ему эта чертова куринка. Ну, в общем, я предлагаю такой расклад. Лёша, ну, будет бомбить меня. Это просто как пить дать. Вот, после этого... Ну, как только он начнёт меня бомбить, я предлагаю русскому и македонцу тоже на месте не сидеть и... Ну, у меня... Пошерудить. У меня с ним было бы, конечно. Сколько начал продлиться? Ещё долго. Ну, у меня тут был ультиматум либо дружба, либо физическое. Ну да, я помню, помню. А на всём струке дружбы нельзя военную объявляем, да? Нельзя, я не говорю. Так, сколько у нас из Каира, сколько... Ну, тогда вы нужны вам сообщить, чтобы симметричного ответа не имеется. Я уже думал, что это у меня баг, но не могу никуда отправить торговую машину. У меня город захватили вниз здесь торговую машину. Да, это очень неприятно. 37% всего. Не знаю, надо прокачаться на комплексе. Не знаю, надо прокачаться на комплексе. Четыре комочек, какая-то жалко отразилия 600. Созилия потопила 2 армады, авианосик, ещё пару кораблей. А, ну ещё подводку. Так, что у нас тут строится? Цхуми нафиг продуктовые, термоядерные, ракеты... Демократия, по всем цвете точнее. Так, по всем цвете достроится, 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 термоядерные. В Хомсе ядерка нафиг надо. Да, блин. Термоядерные. Тут фабрика, тут отсюда, потому что она влияет на мединую. Так, только шпион здесь достраивается вверх, там будем. Так, всё пришло. Так, всё пришло. Если победить не все, почему они держат? Так, расставляем всё. И там реально просто ровно. Бомбер сел в гавани около Куритимы. Ну, отчего. Это если мы будем эти города захватывать, чтобы он мог отбить, например. Ужили. Ну, не забавно. в каир посадим где посмотреть до конца осталось как минимум 7 ходов вполне можно я что-то после нескольких ходов провтыкал возможность проапгрейдить я понял ну короче скорейте бы хочется очень чистку курить и муточки а в смысле юнити а вроде где-то все мне больше удивило что мои юниты в военном лагере сгорели когда он курить его захватил это всегда так юниты в военном лагере если там находится они уничтожаются если военный лагерь захватывается или город захватывается в городе шутя тоже сгорают юниты я из города это вы а вот думаешь вообще все-то тихие у тебя там совсем чуть-чуть это вопрос а у тебя не чуть-чуть вообще до победы даже меня долго исследовать внезапно там следующий ход вон экспедиция готова больше чемпион пакет космопарк американцы 3 9 8 но у меня не один и ты одновременно сейчас все запустишь строительство а я так не смогу мне еще и следовать и исследовать как бы тут говорить-то по-моему не о чем о македонцах с тобой дружба у русского наверное нечем тебя бомбить да и далековато ну понимаешь как только македонец и русский начинают меня бомбить я их бомблю в ответ то есть спрашивается зачем им это делать просто дать тебе победить типа ну я это рассматриваю и само по себе это явление а про как ответ на бомбление меня допустим то есть если ты бомбишь меня ты просто побеждаешь если они ничего не делают у них чрезвычайные события как раз появятся я думаю за использование ядерных ракет ракет типа они могут спрячься ну пока тебе никто не бомбит я удивлен этому факту я удивлен что меня выносят они американцы очень далеко плыть я не знаю как то есть просто для примера 10 ходов когда от моих берегов до берегов Америки это 10 ходов ну у меня 9 ну опять всякий подборок а вот прогрузка просто полминуты это вообще нереально что-то да да загрузки очень долгие блин загрузки прогрузки уже у меня загрузился уже идет таймер я не могу ходить да 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 ну сейчас то же самое поэтому курдезас пока не стоит ставить ограниченный таймер все таки и ну я уже все из Так, здесь строим подлодки. Ну что, 7 ходов у меня. Блин, ну что эти вот глюки невозможно просто нормально сделать игру, невозможно просто взять и сделать нормальную игру. Блин, я сейчас за 2 хода могу в золотой век войти. Воевал, значит, с перцем, он не исчезал, а век активируем. Сколько бы я культуре не наделывал, все равно только одна четвертая. Ну что, подрубим лесок и пускай производство будет. Да, Леша выиграл, у него все техи и косметалки. Кто-то должен выбрать. Ну просто меня сейчас. Только я не понял, почему какой-то раз воевал с этим, с бразильцем, это не понимаю. Ну просто он стоял просто на пути к американцу, я подумал, почему бы его сначала не захватить, потом наполнил и понимаю, что тут что-то очень странно, потому что появился этот, там есть прокачка плюс 25 против воздушных юнитов. И очень, короче, он защищает вообще город и все, что рядом. Фактически иммунитет дает против самолетов и бомбардировки. Почему Никит не скидываешь на хорейского ядерки? Да понимаешь, тут очень быстро идет победа научная. 160-й, 170-й ход. Поэтому, в принципе, если на кого-то одного заброшь, то другой точно победит. Если бы Бетт снимал, где бы хотя бы Суды или Козы, то был бы шанс. Ну да, получается. Ну, Сэр, Инвит, ты на меня сбросишь ядерки и побеждает американец тогда. Почему? Если я сброшу на тебя, Перс сбросит на американца, и все хорошо. Ну, на американца никто ничего не сбросил, как ты видишь. Если я сейчас сброшу на тебя, сколько у нас тобой осталось? Четыре хода? А он сбросит на американца. Кто еще есть? Четыре хода может появиться? Тогда победит в Бразилии. Да, ты учитываешь, что в ответ полетит на тебя, от меня полетит в ответ на Перса. Ну и хорошо. У македонца есть ученые на полторы тысячи, у бразильца есть ученые на сто процентов. А у тебя есть на семьсот пятьдесят. Ну, это такой утешительный бонус, это даже не целый проект. Ну, а что вообще? Вообще я не скидываю. Я не скидываю. Сто шестьдесят четвертый год еще не на кого не скидываю. Я понимаю, что Алексей сейчас победит через пару ходов. Как-то хоть что-то можно было сделать? Почему я через пару победил? У меня нет ни одного, ни инженера, ни ученого с бонусом на постройку этих деталей. То, что есть у других. Например, у бразильца вообще плюс сто процентов. У него детали строятся по четыре-три хода. В то время как у нас с американцем где-то восемь ходов строятся. То есть здесь претендент именно даже бразилица, а не американец. Я не на бразил, не на американцы в первую очередь меня беспокоит. Ну, бразильцы я смогу, допустим, уничтожить. Но я опять же не вижу смысла уничтожать, потому что иначе та победит сразу же другое. Смысл мне уничтожать. Надо одновременно их всех уничтожать. Ну, нельзя испаянуть убить. Ну, просто невозможно. Вот на таком этапе, если там сначала всех захватываешь постепенно, то еще к концу игры можешь воинфидеть. А вот так вот, не знаю, что это как-то. 160-й ход. Ну, давай, прогружайся ход. О, партизаны. Здорово. Это подвисает, конечно. Да, очень жестко. Четыре хода у нас, Алексей. Мы не продлим, да, будешь на меня кидать? Мне желательно раньше, чем ты, на тебя сбросить. Ну, кидай, хочешь? Я хочу продлить союз. Зачем мне с тобой воевать? А зачем союз? Ты же туда улетаешь. А мне что терять? Мне терять нечего. Так и американец с этим улетают. Ну, я надеюсь, что Персон. Тебе только что Персон сказал, что он ничего не будет делать. Туда я не знаю, что дальше. А что... Просто сейчас доиграть еще 6-7 ходов. Не знаю. Надо что-то сделать, нет? Ну, ты только со мной можешь сделать это. Пусть ты, получается, только меня остановишь в то время, как эти ребята улетят. Все нормально. На тех ребят. Я тебе пею на американцы скину. Ты улетишь. Так, 4. Я не знаю. Я просто не знаю, что делать. Не, ну... Русский нормально. Он бомбит. Делать ничего, значит, еще 6-7 ходов сидеть, доигрывать, пока кто-то не улетит. Но делать что-то тоже как-то интересное, верно? Да, да. Американец. Буду вырубать... Лиса. А, русский. Все-таки. А мы как-нибудь с американцами справимся. Да я еще не готов к тебе... Что-то цепляю. Да я еще не готов к тебе... У меня адмирал в Сан-Пауло заспавнился. А оттуда не будет. Тут еще будет, видите. Что они космопорт в Тбилиси на всякий случай. Ну, правда, можно перевестить. Уже гидропонный модуль у американца запущен. Так ты что, его за два хода построил? Нет. Ты когда сказал, когда я его начал строить? А у абразильца запуск жилого модуля уже запущен. Но при этом у меня еще до следующей техи десять ходов. Да, да. А у меня двадцать до запуска первой техники. Давайте кто больше ходов скажет? Кто ты победил? А давайте ядерными боеголовками меряться. У кого сколько? У кого тебе? У меня четыре. Мне кажется, ты обманываешь. Я предлагаю, чтобы было честно сказать, кто на кого скинет. И все будет хорошо. Тут слишком сложно. Тут зависит от того, кто кинет первым. Там по цепочке надо ослаблять. Я более сильно решил. Надо перевести еще самолет в сану, наверное. Весь демократический мир стоит на грани ядерной войны. Еще раз начнется. И только фашисты перцы тут всех захватывают. Ну, Сан-Пауло держится бодрячком. Да бездорожен должен пластик из всех. Не, ну мне до ядерного синтеза один ход. А вот до следующей техники мне надо еще пройти композиты. Вот. Пять ходов. И нанотехнологии приходят. Начитайте. Переходы. Насчет строительства. Я тут с Лешей согласен. У меня в принципе реально быстро. Вот о чем и речь. Тут бразилец победитель. Ну, на Грузию все равно надо скинуть. Я тебя хуйню. И на Америку тоже. Желательно. Ну, я думаю там. Ну, раз вверх стал, что не скинем. Не знаю. Мне что ли скинуть. Трехот. Трехот. То есть мне надо реально за три года... Мне два очка не хватило. Есть. тут два хода тут можно уже не помогать так введение надо ускорять а как дружбу-то посмотреть это я поторопился наводишь на значок дружбы а это не македонец это американец ты беспокоишься сейчас бразилиц улетит я тебе поэтому и говорил что зачем на таком этапе дружбу с конкурентом я думал что покороче покороче ну я в первую очередь боялся перса и тебя тут всех надо бояться в разной степени ну вот смотри и мы тебе и мы с персом тебе ничего не делаем кто молодец бразилиц молодец там мастер из по идее 3 хода перехода если я правильно в медине все вырублено сработает а я еще из-за магнуса получу бонус за вырубку между прочим о перси использовала ядерное оружие а где за общество будущего каждый раз дается первым гоператором чего нам на разная с каждый раз интересно где татьяне и тут нужно вырубить гоператором я даже походить уже не успеваю на кого сбросил эту бомбу на меня сбросил а а куда куда на воду что ли нет на сантаула рядом где у меня юниты снизу или сверху сверху еще не вижу у меня просто покоску тоже думаю мне кажется это не зависит от твоей прогрузки сейчас я подплыву бутылшипом посмотрю но я не буду участвовать очень на тоненького все тут конечно инвиктус какой у тебя план на победу был честно говоря я подумал что я по культуре протяну но кто-то смотришь не получаете мало один ход вообще так что мы нарубаем будем тут ну слушайте я за два хода и сейчас ничего не произойдет тут прям зашибись тут мы ничего не трогаем значит у нас космопорт он лично не может захватить охота унесет космопорт нейтрализовать губернатор ну слушайте у меня следующим ходом две детали заканчиваются еще через ход еще одна деталь я не знаю что делать и русские мне не успеют никакую войну объявить кидай ядерку вот и все все знают на меня ядерки по злотке и встретились посреди моря ну у тебя плюс сто процентов а в остальном ты очень близко две будет я тоже почти модуль закончил если он начинал в трех космопортах это возможно и уже его победа самое главное что они еще не открыли последнюю теху для себя но американец вообще отстал вот этот сто процентов на производство это реально очень крутой и наверное если бы перст не напал на бразильца то бразильец бы победил здесь но пока еще два хода ну что как минимум эти две детали надо закончить фу не получилось сорвать ракетостроение да я еще заушил шпионы постой, постой, если он кохнет шпионы могут не построились да осталась одна деталь один ход и одна деталь как раз с русским союз заканчивается это конечно очень очень классно получилось да вот это рафа и Леша резко два модуля запускает и остался только в Каиле ну если он будет следующим ходом то это победа да расслабьтесь не будет не будет и тем более следующим ходом что союз заканчивается я так понимаю что русский сразу на меня кидает все да ну а что делать я думаю Леша все равно инвиктус какой у тебя был план на победу расскажи смотри я пытался по культурке но потом я понял что я не получается да я так просел что в принципе без шансов а культурка не прошла а культурка не прошла а там становится боже этот мирал такой читерный такой же буквально в одном двух ходах от того чтобы скинуть на меня я берегу ну не велкам я бы сказал что в одном ходе в следующем ходом они пододвигаются и все я бросаю ну я так понимаю что на меня русский бросает я на тебя бросаю и начинается и вопрос кто в этом ядерном угаре улетит в космос на другую планету типа сказать ребята спасибо покеда я на этой планете жизни собираюсь больше как каком-то из стримов по цели мне писали что халецкий летает в космос на двигателе внутреннего сгорания когда я бомбил по какому-то поводу я участвовал твои долгие прихватчики прихватили мой бомбардировщик че за фильм я вообще не понимаю как это работает просто мой мустан взял и пострадал потому что он атаковал мой бомбер ну он просто развернут но мы с собой даже не воюем почему так произошло а то есть вы не в войне но почему-то да да перехватчики бразилия перехватывают так может на территории бразилия происходит с границей но перехватчик на нейтральных водах ну что момент истины походу все-таки реальный бред вылетаю добрые американцы решили помочь перстам я представляю сетом бы реактивный был у меня был бомбер рип македонец а у тебя какой был план на победу до сих пор есть не расскажешь какой ну сейчас все друг друга разбомбить может уйти кто выживет вот вы втроем македонец русский перст даже космопорт не построили вообще но у меня через два хода то есть у нас осталось по одной две детали а у тебя только через два хода космопорт план на победу есть как же я шел на культурку но я знаю почему у них но я сразу со мной отстал из-за войн вначале поэтому у меня культуры 80-280 то есть у меня треть культуры да у меня треть культуры есть ну это мало очень но треть ведь мало вот если будут друг друга разбомбиты бы раньше может быть лучше но вы не победит труда да я так думал что если вы посмотрите что я как бы не угрожаю ачивка за грузию я победил а все-таки ты улетел в один ход вот и подошла к концу партия за грузию я смог победить дальше вы еще услышите наше обсуждение с соперниками партии но прежде я хочу сказать пару слов своих впечатлений личных ну во первых я не использовал практически никаких способностей грузии кроме основной цивилизационный цивилизационного бонуса что они получают бонус от устремлений во время золотого века как от нормального века это единственное что собственно было и понимаете у грузии такая такие способности они во первых на веру во вторых они очень ситуативны то есть ну их уникальное здание здесь который заменяет стены возрождения по моему вообще слишком такое ну слишком много надо построить для того чтобы до него дойти и она подразумевает игру от обороны скорее чем от нападения ну а другая способность что они плюс сто процентов к вере от освободительной нет какой там от какой-то там войны получают тоже довольно ситуативно и ради этого строить священные места чтобы потом эту объявлять войну чтобы получать сто процентов веры и ради этого идти в веру там что-то делать ну я не считаю что оно того стоило прямо так то есть это слишком нация бонусы нации которые заточены под слишком определенный стиль игры и зависящие от многих факторов как он повезет на карте там повезет соперниками повезет с религией которую будете получать не знаю вот я сыграл практически считайте я сыграл за нацию без бонусов и мне все равно удалось победить и я не уверен что если бы я играл в религию ударился бы что у меня получилось так хорошо сыграть как сейчас ну хотя и буду выше прям я хорошо сыграл потому что мне постоянно не хватало времени я не все успевал сделать но тут таймер у нас был ограничен 4 минутами это вполне возможный такой результат из-за того что ограничен таймер по ходам в принципе продолжает а ну и уникальный юнит грузии вот это точно бесполезная фигня просто потому что он появляется в одно время с рыцарями практически в него еще и апнуться нельзя то есть его надо строить только силы его меньше рыцари даже самом лучшем случае этот хефсур будет 47 иметь силу рыцари 48 ну и зачем этот уникальный юнит в принципе нужен все равно продолжает в 6 циве работать стратегии типа нижней ветки это надо в любом случае вы собираетесь нападает не собираетесь нападать иначе вы проиграете но это касается не только тех кто там в рыцаре идет и для тех кто в защиту от рыцарей на самом деле из районов самые важные все еще коммерческий научный и военный остальные уже по мере поступления хотя по моему уже очень неплохо начинают работать развлекательные или вот аквапарки которые дольше на большее расстояние действуют тут счастье очень важно потому что стали появляться высокие города и здесь уже счастье не всегда хватает это было раньше здесь уже не из-за того что вы много городов ставите из-за того что они у вас быстро растут вверх города требуются больше но в принципе все еще если вы не идете по нижней ветке вот вам пример был араб который не успел своих мамлюков выйти то вас вынесут рядом находящиеся соперники ну а теперь давайте послушаем как мы обсуждали концовку игры с другими участниками партии гуруху один ход не хотела меня сбомбить да я как раз специально подрубил деревья ровненько но к моменту концу союза это все произошло я уже подвел две подлодочки от ядерной к себе у меня там фрегат стоит я вижу твою подлодку блин инвик ну че мы же покидаем ядерки кидайте кидайте начинать ну паузу отожмите так я делаю все таки 16 штук надо их девать я только композиты открыл с другой стороны кроме как на перс это скинуть и не могу ни на кого особо вот ты кидай на него я кстати тоже когда получил свою пеховую бомбу брата ты жми курсер ооо я подозреваю результат кстати я больше всех городов захватил в этой игре два города разрушена на самом деле мне еще довольно прилично до постройки еще два хода до изучения роботов и на самом деле я думаю если бы перс не напал на бразильца то именно бразильц бы победил это очень крутой чувак плюс сто процентов то есть как бы я там не ускорял я понимаю что бразильц не открыл там тех я думаю что бразильц бы тогда просто какие-нибудь исследовательские гранты бы делал чтобы быстрее их открыть а сами эти строятся у него очень ну я могу прям сейчас помните помните момент отожми помните момент когда там то ли русский то ли македонец хотел выпупить ученого сказал что ему не хватает денег занять я тогда от него отказался я хотел себе именно стопроцентного но блин только его забрали на следующем ходу я смотрю ты отказался я все клянуло я быстрее прям вот это прям на моих глазах было я кстати удивился что ты отказался алексей дайте погоду даже не паузу не от него я графики смотрю мне чтобы отжать паузу надо туда перейти можно я пока посмотрю как мы тут развивались давай посмотрим хорошо я был чем уверен что мне ученые оба не достанутся из-за македон кстати по науке очень-очень даже так ровно шли вообще у всех примерно одинаково было ну да кроме македонцы и наверное рот инвиктуса я не мог компенсировал перк парад ты когда стер мне казань упал я где-то середины игры вообще ни одной научной ггшки не видел поэтому могло бы быть больше зато у меня улёша кучу культуры я говорю я шел по культуре у меня треть культуры я набил ну я не знаю как или я просто что-то не то сделал неправильно просто культуру все раскачали я не понимаю все остальные начали качать культуры поэтому у тебя начало набираться я кстати хочу сказать что у меня была еще ошибка мне надо было как я забрал араба просто сразу идти и забирать я почему-то мы ничего удивились я честно говоря не ожидал что казаки я решили думаю ну забрал араба сейчас подождем танков пойдем на танках я не ожидал что казаки будут сильнее танков они просто реально сильнее казаки под мирой и под этим губернатором а если бы я в тот момент напал на инвиктуса я думаю что у него не было войск то есть он конечно у него был там защитник веры но против рыцарей оно бы не сработало что у тебя были всадники тогда наверное я же тогда подумал я был на 100% уверен что ты меня будешь выносить потому что у меня армии было 150 а у тебя 700 ты понимаешь все были уверены мы уже строили план как Лешу выносить и спасать Россию а вы никто бы не мог помочь а когда я напал на него танками там уже кстати во первых у него сильно во вторых а вокруг люди уже могут пиццы что-то сделать приплыть а так бы я вообще сидел бы там ать здорово вот это ошибка большая потом я все боялся что у меня не было выхода на то внутреннее море откуда перс вал у меня во внешнее а там до всех плыть там рядом только если это Македонец а Македонец с опасности не представляет а вот из внутреннего там и перс плавал мог ядерки кидать и бразилец кстати с американцем могли тоже приплыть потому что я гранить я не понимаю почему американец не кинул на русского бомбы американец на русского? на русского на грузинах потому что оттуда откуда мог плыть американец то море я контролировал ему надо было через внутренние там города бразильцев вот это просто сидели в развитии игра даже не построили никаких неподводных лодок не подготовили чего? да под водку я у меня последний вход купил троечками у нас с тобой с бразильцем и американцем у меня по-моему вообще за всю игру никогда не было ни дружбы ни союза вы вместо того чтобы следить сколько я деталей построил вы могли спокойно подплыть туда и скинуть ядерки именно там достаются все три города строится у меня смопор я ничего не могу сделать потому что у меня там нету юнитов вообще тут есть такой интересный момент я просто хочу сказать что вот я нападал на алексея то есть у меня есть 80 мощи но с авианосца он бьет 55 и если это бомбардировщик у него тоже понижение урона если это обычная ядерная бомба то она там когда нападаешь он пишет что недостаточно боевой мощи для того что тебе удар Курдезас я тоже на тебя две ядерки сбросил на твои вот эти юниты и оба раза мне было написано что ваш самолет перехвачен и не хватает силы чтобы сбросить так бы я там твою армию уничтожил у меня не получилось несколько раз то есть она там что-то перехватывает я не знаю кстати же я не понимаю что у тебя же там не было истребителя я так понимаю в том месте только бомбардировщики нет? кстати еще решающим моментом было то что я случайно перекупил у Леши ГГшку эту научную так бы там заварушка началась полная не знаю все таки по любому культурой победить почти невозможно возможно надо только просто надо конкретно делать на нее упор и как можно раньше выходить вот в эти плюсы карточки по туризму то есть у тебя почему-то я все поставил их у тебя много лишних бегало писателей и художников то есть у тебя не построены были чудеса которые давали городов мало городов мало ты говоришь тут невозможно с маленьким количеством городов все равно как-то покупать если у тебя сразу минус 50% туризма из религии? да, 50% штраф штраф им слагается то есть ты можешь в 3 раза меньше туризма там же на религиозные туризмы ну там после открытия какого-то цивика я не помню какого я отжал паузу нео у меня игра поискова у меня тоже да, аналогично а вот все возобновилось ну что покидаем ядерки ну давай напоследок а вот и 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 я не могу их бабу ну союз еще идет еще один ход мог побеждать ну вобще я думал крутиза Куртиза смог на тебя скинуть, просто не стал. Это всё слишком... Куртиза смог скинуть, но получается, что если он скидывает на меня, то он даёт победить кому-то из вас. Я бы скинул на тебя, я бы скинул на Бразилию, но потом бы через... На Бразилию у меня нет Сильза. Я потом бы скинул на Базилию. Я бы не видел, что я скинул на Базилию. В Бразилию скинулся. Ну вот, я тоже, я бы мог Америку избавить. Не победил. Я просто не понимаю, почему вы думали, что я бы оба кинул на Алексей. Я бы не уверен, почему. Кто-то бы не скинул на него ничего. Бам. Майк Табану слёг на нас. Кто-то там ведь. Здесь настроил 7 армии без твердов. Ну чё, на Лёшу такое изменение? Да, на меня точно не сбросили. Я был готов кидать тебе на Бразилию или на Алексея. Мне было хорошо покидать их. Куртизация скинул бы на Алексея, я бы скинул на Алексею. Я не понимаю, американец. Ты был президент на победу. Я не понимаю, американец. Ты был президент на победу. Да, у тебя уже почему-то хотя бы не попытался подвести какую-то подводную лодку к Алексею. Я ж объяснял. Я построил обычные подлодки. Ядерных у меня не было. Я их апнул буквально пару ходов назад и повёл. Ну, кстати, мы как раз встретились с Лёшей тут у моих берегов. Мне к нему плыть, ну, 10 ходов. Вообще, ну, да, это моя ошибка. Я довольно криво качался. Я сначала пошёл на телестроение, вместо того, чтобы выйти в Уран. А потом прокачивал танки, потому что боялся нападения. Ну, а там уж и нанотехнологии, а потом всё остальное. В итоге телекоммуникации забил, остался без суммарин. Видимо, ну, важнее было их рашить. В итоге сапог забомбили. Да. Ну что, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Подожди, ты не хочешь посмотреть, как горит твой горят? Ну, давай посмотрим. Ну, если ты уже писал? Не записал. Ядерный кризис. Тупо у всех, против всех ядерный кризис прокнут. Смотри, я лично считаю, что я мало, мало, мало мог повлиять на победу Алексея. Вот не хватило два хода, а он курдизас или американец мог бы как-то сделать что-то. Ты мог повлиять, когда ты в своих казаков вышел, всё равно было казаками, на меня напасть, когда у меня ещё рыцари были. А если бы я у тебя отобрал бы один или два города, потом бы ты всё равно бы меня отбил обратно. У меня было мало мощи военной. У меня было, может быть, чуть-чуть. Просто изначально ошибка в том, что у тебя не было армии. Тебе нужно было идти и встречать армию Лёши на территории Саводняки. Убилить, улететь и сходить. Ну, или мы, как вариант, помогали. Лёша, сколько ты субмарин подводил к американцу? Я две только видел. Три. Субмарин. Она ещё выжила там или? Да, с territórioми. Три. Слушай, я не знаю, что она тебе кинет ядерку. На Нью-Йорк. Боже, сколько кризисов я ещё не видел, захотел. Да, сколько кризисов я ещё не видел, захотел. а вот вижу вижу забавно что субмарины иконка не появляется но видно откуда не кидают фигасе 5 10 граба за бомбины это столько ракету лошадь а там еще по-моему македонец принял посильное участие сколько ракет по итогу у кого было и кто-то вообще построил термоядерный я термоядерный я термоядерный кидал на вас обычно одна обычно армия армии ветрют автождественные в итоге на лёшу только одну ядер на берегу приедет и откинул две нояну беда провожу я тут нажал клетку ладно алексей поздравляю тебя еще раз спасибо спасибо было много ошибок но получилось победить спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры